Алексей Исаев. Книга. Харьковский узел. Приобретайте во всех магазинах страны. Ставка на Балтике, на Черном море будет делаться, особенно на Балтике, на превосходство количестве и качестве боевых кораблей НАТО над Балтийским флотом. Действительно, Балтийский флот у нас достаточно малочисленный, поэтому вот так. Но надо понимать, что Балтийское море, оно маленькое по размеру, поэтому оно насквозь простреливается даже фронтовой авиацией, то есть оперативно-тактической авиацией российских вооруженных сил. Туда ли совершенно без проблем подтянутся для действий против флотов НАТО? Дальняя авиация с своими ракетами Х-32 гиперзвуковыми, с ними они ничего сделать не смогут. Да и на корабли, которые там вроде как корветы, по 8 ракет, но если это будет 8 ракет типа Циркон, то с Цирконами тоже ничего сделать не смогут. И они нанесут тяжелое поражение даже самым современным кораблям США и НАТО. Поэтому они понимают все эти проблемы. И вот не зря натовские генералы, натовские высокопоставленные офицеры говорят, что вот мы можем ракеты поставить, но не вмешиваться самим. Потому что вмешаться самим, это они понимают, очень большие потери будут. И их народы к таким потерям не готовы. Вот в чем соль. Консолидированности, консолидации наций там нету. Посмотрите, что там творится на улицах Европы. Представьте себе, что туда добавятся еще гробы убитых солдат. К чему это приведет? Поэтому, тем более, что вы понимаете, интересная вещь. Мы вроде как держим оборону, не наступаем, как говорят, улучшаем положение войск. А как это воспринимается со стороны Запада? Да Россия вообще сидит в обороне. Ну, народ и страна-то. Россия вообще сидит в обороне. Они на кого-то не нападают, она защищается. А нас бросают в бой на эту вот оборону. Вот какая логика будет. Естественно, это вызовет сильнейшие социально-политические потрясения в странах Запада. Поэтому у них сложная ситуация. Но главное другое. Надо четко понимать, что окно Овертона первое уже открыто. Уже Британия и Франция заявили о необходимости направить туда контингенты войск. Экспедиционный корпус. Уже сообщил фицпремьер Словакии, что не все из представителей Евросоюза отказались открыто, публично от идеи введения войск на территорию. Голландия даже согласилась. Да, многие промолчали. Ой, Голландия, там страшная армия, да? Да, там, я думаю, если Голландия вступит в войну с Россией, нам не сдобровать. Особенно, если к ним примкнут еще витва с Эстонией и Латвией. Ой, вот такая ситуация. Но будут доламывать, как говорится, от Норртона открыто. А горячий юноша, премьер-министр по моему Латвии, заявил, что надо заблокировать российский Калининград. Он готов обнулить российский Калининград. Это интересно, как он будет обнулять российский Калининград. И он думает, что обнулять будут другие, он будет стоять в матрице страны. Не получится. Так что вот так. Мы идем в этом направлении, это неизбежно. И вопрос упирается только одно. Что произойдет быстрее? То ли быстрее рухнут пронацистские либерально-глобалистские режимы в Европе и США, то ли они, получив по шапке, в общем, крепко получив по шапке в первых сражениях на морях, скорее всего, именно на море начнутся сражения, откажутся от дальнейшей эскалации конфликта. Посмотрим, как получится. Ну, вы ставите, что в этом году уже это случится? Я думаю, что в этом году, к концу года это начнется. Они к концу года прямо говорят, что зима 24-25 года может стать периодом вступления НАТО в войну против России. Об этом говорили. Хотя сейчас официально все нет. То есть они не могут вступать по частям. Сейчас они идея какая, чтобы ведущие страны НАТО стояли, смотрели, а вот всякие там Польши, Прибалтики, Румынии, они начинали воевать. Ну, надо понимать, что та же Румыния, это не... Нам ее не восстанавливать. Поэтому стесняться в части применения оружия мы не будем. В отличие от... Тогда давайте заявление как раз и Макрона о том, что они уже планируют отправить войска. А вчера у нас был Андрей Ильич Фурсов, и он высказал предположение, что элита, не та элита, которая межстрановая или еще там, которая на самом верху, решила о том, что Европу надо отдать на заклание, потому что она лишний инструмент сейчас в мире. Слишком много ресурсов потребляет и мало дает. Вот на ваш взгляд, и он, кстати, сказал о том, что один из тех, кто на заклане, это французы и немцы. Вот на ваш взгляд, есть ли ощущение, что Европа понимает о том, что она следующая уже вот в этой истории, и именно поэтому истерит, и французы именно поэтому и такие громкие заявления делают? Я не совсем соглашусь, что они целенаправленно задумали устранить Европу. Я рассуждаю с военной точки зрения. Если я отдаю на заклание крупнейшую войсковую группировку, то я идиот. Просто идиот. Почему получилось так, что Европа двинулась по пути заклания? Очень просто. Европа... Это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...